Ну а прямо сейчас я рада приветствовать в нашей студии главного редактора газеты «Владимирские ведомости» Юлию Гущину. Юлия, здравствуйте. Добрый вечер, Елена, и добрый вечер, телезрители. Итак, сегодня ждем эксклюзивных материалов, тех, которые наши зрители, наши горожане смогут прочесть в четверг. Да, этот четверг уже 29 октября, последний четверг октября остался всего лишь один месяц осени, уже зима. Но такое разнообразие на самом деле тем, 4 вынесла на анонс, и начну с такой актуальной для всего города темы, это разрытие улиц нашего города. Тема возникла неспроста, к нам, наверное, и благодаря вам в том числе, огромное количество обращений наших читателей, гораздо больше за последнее время, и, так скажем, из них стало есть что выбрать, да, такие уже какие-то осмысленные предложения. И в связи с тем, что обращение было не одно, и наши сотрудники из редакции, которые в этих доточках горячих проживают, подтвердили все это, и мы решили Светлану Лапцову с Натальей Лариной отправить в рейд для подготовки репортажа по улице нашего города. Два дня девочки катались, смотрели, что и где, и определяли эти ключевые точки. Ну, на самом деле, ну, не было бы так смешно, если плакать хотелось, да, где-то... Ну, это уже, извините, перебиваю, начался отопительный сезон, да, по сути. Все уже, все разрытия, по большому счету, должны быть уже закопаны. Благо, осень в этом году такая теплая и достаточно сухая, да, по сравнению с прошлым годом. Там в это время, мне кажется, у нас уже снег лежал в прошлом году. Но разрытия начались именно осенью, и еще не планируется закапывать. Вот Светлана с Натальей, ну, вот эта фотография с Октябрьского проспекта, который прямо вот совсем-совсем живой, да, о нем чуть позднее скажу. Ну, вот больше изначально нас интересовали те разрытия, которые случились давно, и там ничего не происходит, вот по отношению к которым к нам жители как раз и обращались. На улице Разина, рядом с парком Дружба, девочки зафиксировали, что да, действительно, это все есть. И зачастую все эти разрытия не соответствуют вообще каким-то нормам безопасности. Где-то действительно загорожено, где-то абсолютно открыты, уже снесены эти ограждения, за ними никто не смотрит. Часть разрытий вообще без каких-то работников, да, и непонятно, что там вообще планируется делать, закапывать. Скорость дек выпадет, и, ну, часть из них, конечно, тоже нарушают и дорожный покров, нужно же будет потом. Ну, вот видите, да, ограждений нет. Ну, что это за ограждения, ленточка? Детям всегда интересно посмотреть, что же там в этой канавке. Ну, и Светлана взяла комментарии у администрации города и у тех структур, которые, да, занимаются вот этими ремонтными работами. Ну, конечно, хотелось бы, чтобы какой-то хозяйственной руки вот к этим ситуациям было больше и какого-то внимания, потому что, помимо того, что это неудобство и для транспорта, да, и для жителей, понятно, никто не спорит, что это нужно делать. Но почему это нужно делать, да, там, несколько месяцев или из года в год на одном и том же месте копать? А хозяева, хозяева, кстати, вот всех этих разрытий удалось установить, то есть все известны? В принципе, известны все, и комментарии всех компаний, которыми эти разрытиями занимаются, они все в материале у Светланы есть. Ну, как отвечают на то, что, понятно, пусть телезрители, пусть читатели узнают об этом из газеты, но тем не менее, вот, как вы считаете, ответы действительно обоснованы? Ну, мы же знаем, когда, как отвечают специалисты, там, пресс-службы, у них всегда все обосновано, и действительно, когда слушаешь или читаешь ответ, думаешь, ну да, наверное, действительно так. Но когда начинаешь какой-то здравый смысл вообще и логику включать, ну, почему у нас все так? Потому что, вот, например, касаемо одного разрытия, вот, наразено, то есть раскопали, оказалось, там нельзя копать, закопали, начали копать в другом месте. Но известно же, да, вся инфраструктура, она везде отмечена на всех каких-то, да, специализированных таких картах города их назовем. И нужно же, наверное, сначала как-то проанализировать, да, и уже потом определять место разрытия, а не перекапывать везде методом научного тыка, искать то место, где проложить этот кабель. Ну и безопасность, наверное, это тоже очень такой немаловажный аспект, потому что не всегда освещается, дети гуляют рядом. И безопасность, и эстетическая составляющая, да, и потом эта грязь, она начинает развозиться на все близлежащие территории, весь асфальт вот в этой глине и месиве, по которому ходят горожане на прогулку, да, например, если парк Дружба брать, то есть там дорога оставляет желать лучшего. Вот в связи с тем, вроде бы, и не на самой дороге раскопали рядышком, прокладывают капель к микрорайону Вышка, и вроде бы дело-то благое, да, и надо, естественно, если микрорайон, туда электричество. Но надо, наверное, как-то более системно к этим вещам подходить и не растягивать сроки выполнения. Ну и вот что касаемо Октябрьского проспекта, да, то, что у всех, наверное, возник, почему в октябре уже, в середине октября начались эти работы, но вот Александр Арнольдович Крупилович нам дал комментарий вместе с компанией, которая этим занимается, что Т-плюс изыскали просто дополнительные средства на замену трубопровода вот на этом участке. То есть это были незапланированные на этот год работы, и в связи с тем, что погода вроде бы стоит, решили это сделать, потому что действительно там ветхие трубы. Ну вот, наверное, вот этот случай оправдан, да, и можно потерпеть. Ну и, как я понимаю, здесь начало работы затянулось из-за того, что не закончили вовремя улицу Чайковского. Да, и там происходили согласования, что пока Чайковского не будет открыто здесь, не начнут раскопки, потому что, конечно, мы вообще бы встали. То есть я каждое утро еду по этой дороге на работу, и, ну, я не скажу, что я в пробке встаю, но я так вот стараюсь выезжать немножечко попозже. Ну вот сегодня буквально, ну, немножечко задержалась, слегка. В пробке прямо такой сильно не стояла, но хотелось бы, конечно, чтобы все, хотя все подрядно организации сказали, что все разрытия будут закопаны, все будет благоустроено. Ну, выйдем потом еще раз, посмотрим, действительно ли это будет сделано, зароются ли все ямы и уложится ли асфальт там, где он должен быть. То есть, как, например, на улице Разина, там огромная вырытая яма на целой полосе дорожного полотна. Мы знаем, да, что Разин такой своеобразный дублер проспекта Ленина, и там тоже достаточно большой поток машин. И когда вот этот поток соединяется в одну там встречную полосу, тоже достаточно проблематично разъехаться на лишние аварийные ситуации. И там все равно, конечно, дорога не предназначена для этого, там и пешеходы в более хаотичном порядке передвигаются. Ну, мы надеемся, что все будет сделано ко всем срокам. Ну и будем верить, да, что ваш материал хотя бы на несколько дней ускорит эти сроки. Да, мы на это тоже будем очень надеяться. Ну и перейдем ко второй теме. Это материал Алины Фадеевой. Уже мы анонсировали эту проблему, это продолжение темы. В эфире тогда была Марина Киселева, рассказывала о том, что жители района Огуречной горы испытывают какой-то неприятный запах, ощущают. Какое-то прогорклое масло. Тогда Алина достаточно так скрупулезно подошла к этому вопросу, и опрос в соцсетях провела, и отследила, что пишут жители, сделала своеобразную, в редакции мы называем карту Вони города, чтобы определить, кто же может быть источником. И там на тот момент материал закончился тем, что нужно было самому заявителю искать этот источник и обращаться в структуру, которую могут это контролировать. И Роспотребнадзор, и непосредственно администрацию города Владимира. Заявительница Татьяна Ручко это все сделала, и там еще веселее оказалось. То есть вроде бы установили, что это фирма, которая занимается производством кормов, находится за Ивановскими мануфактурами. И Татьяна обращалась в мэрию и через официальный аккаунт ВКонтакте, и напрямую письмом официальным. Ну, аккаунт ВКонтакте подумала, что быстрее там ответит. Ответили еще в сентябре, и вроде бы установили, сказали, кто это, но почему-то, не знаю по какой причине, будем разбираться дальше, почему-то два ответа со страниц ВКонтакте и официальный ответ, которые с разницей несколько дней пришли, они почему-то носили совершенно разный характер. Разную информацию. Да, совершенно разную информацию. Один ответ говорил о том, что вам нужно самим обратиться в Роспотребнадзор. Второй ответ говорил о том, что уже было обращение в Роспотребнадзор со ссылкой, что источник установлен, что это вот такая компания. И почему-то мы не смогли на Росфайле вообще эту компанию найти, хотя нам очень хотелось получить комментарий непосредственно владельцев этой фирмы. Но те ННН, КПП, которые были указаны в ответе через Росфайл, вроде бы казалось бы, что очень быстро все это находится, оказалось, что это не действующая фирма, то есть администрация города упоминает какую-то фирму, которая закрыта, и в принципе она даже зарегистрирована в городе Москве. А то, что мы, то есть там три фирмы определились, и ни одна не подходит, хотя названия у них у всех одинаковые. Вот чем, какие там ниточки нашла Алина, все ее мысли по этому поводу, и вообще нашей маленькой роли гражданина в большом государственном устройстве, и устройстве города, Алина, размышления с ответами официальных структур, с вообще вот всей этой непонятной ситуацией. Я думаю, что будет этот детектив интересно почитать, и Алина продолжает разбираться. Да, я думаю, что тут у нас получится целая игра престолов по-владимирски. Вот такой материал. И, кстати, Алине самой понравилась очень вот такая вот расследовательская деятельность. Ну, причем это было одно из ее, насколько я помню, один из ее первых материалов, да? Да, да, это был один из первых материалов, а расследовательский – это прям совсем первый материал, и это было живое обращение к нам через контакт, тоже заявитель был, и вот она прям совсем со всей душой прониклась, и вот с такими своими размышлениями в том числе очень интересно. Переходим к следующему материалу. Это материал Александра Известкова, и я думаю, что все уже поняли, что это историческая рубрика «Так было». 3 ноября исполняется 150 лет среднему женскому образованию во Владимирской области, хотя мужскому-то гораздо больше. Первая мужская гимназия появилась в 1804 году, если мне не изменяет память, а первая женская только в 1870-м, представляете? Почти сто лет разницы, ну, 70, да. И Александр рассказывает вообще, как организовывалась учеба, как вообще гимназия появилась, на какие средства она существовала, сколько стоило обучение, обучение было все платное, бесплатное образование. То есть зря мы сейчас жалуемся, да? Да, для меня тоже было это откровением, и, естественно, такое удовольствие себе могли позволить в основном более высшие сословия, хотя крестьянские девочки тоже учились, но зачастую они обучались за счет каких-то благотворителей. Ну, Александр не указывает на материале, надо будет у него уточнить, может быть, он в курсе, но вот мне кажется, наверное, это те девочки, которые подавали какие-то особые надежды образования. И образование было в основном педагогическое, девушки оканчивали, когда это обучение, могли стать педагогом в какой-то знатной семье и продолжить свою, так скажем, небольшую трудовую деятельность. То есть истинная женская профессия, да. И Александр, ну, помимо того, да, такие государственные цели, да, для чего это было сделано, кстати, тогда все это происходило, да, при Александре Втором, при императоре, и на территории, да, там, всей Российской империи гимназическим образованием женским управлял императрицей. И, соответственно, да, по этой аналогии в губерниях женское образование под свое крыло брала жена губернатора. И на тот момент это оказалась жена губернатора с именем Юлия Михайловна. И мы так все посмеялись, что это моя практически полная тезка, тоже близкая к образованию. Ну, и такие интересные, Александр раскрывает подробности вообще, как девочки учились, и оказывается, и тоже хулиганили, и тоже их наказывали. Причем такие некоторые очень краснощекие, так скажем, да, моменты заставали их за чтением интересных книг во время чтения закона Божия. То есть там лежала другая книга, которая, как были убеждены педагоги, вообще не должна девица, да, в руках держать. А она тут еще и читает место закона Божия. Ну, такой очень интересный, познавательный, занятный материал. И здание, да, первое женской гимназии, это здание нынешней школы первой, которая, в принципе, и действует до сих пор. Кстати, в советское время она тоже какой-то, сначала в 18-м году туда и мальчиков определили учиться, но какое-то время, в советское, несколько лет все-таки определили там обучение только девочек, но потом все вернулось опять на круги свои, и сейчас это обычно общеобразовательная школа, город Владимир, номер один. Ну, просто у нас, видите, нет раздельного обучения. Было бы раздельно, может, опять стало бы женской гимназией, да? Ну, я думаю, что, в принципе, если вот, да, начать заняться каким-то философствованием, с какой-то стороны это, наверное, оправдано, раздельное обучение. Хотя, не знаю, да. Здесь я бы с вами поспорила. Давайте к следующей теме. Глубокий философский вопрос. Ну и следующий материал, материал Ирины Игнатовой. Стараемся мы, да, то наших питомцев, то питомцев наших друзей, но здесь такие питомцы, дирекции особо охраняемых природных территорий. Сейчас осень, и перелетные птицы отправляются в более теплые края. И вот Ирина пообщалась с сотрудником дирекции и узнала, какие же птицы улетают, какие остаются зимовать, какие-то уже улетели. Ну, вот буквально сегодня и по дороге на работу, и сюда к вам, такие стайки птиц уже собираются и куда-то такой большой общей кучкой летят, перемещаются, в общем, косяком. Ну и помимо вообще общего так обзора, да, птичьего фонда нашей области, сколько у нас вообще видов, сколько краснокнижных видов, кстати, больше половины имеющихся видов, которые у нас присутствуют, Ирина рассказывает о том, как птицы, ну, со слов, да, сотрудника, как птицы общаются между собой. Оказывается, там очень такой многообразный птичий язык, и они действительно там отличаются. Есть специалисты, орнитологи, которые пытаются вообще установить вот эту перепеленную трель птичью, какие звуки, что означают. То есть они самку... То есть разгадывают, по сути, птичий язык, да? Да, да, занимаются расшифровкой птичьего языка. То есть если, например, да, самку призывает, одна трель, если он уже ее нашел, он оповещает всех вокруг другой трелью, что я уже занят, сюда лететь не надо, я делаю гнездо. Ну, такие вот интересные моменты. Я думаю, и с фотографиями на сайте у нас будут тоже фотографии, там, завораживающие такие птички. Ну да, возможно, благодаря такому репортажу кто-нибудь решит стать орнитологом? Да, и, кстати, вот сейчас, да, когда такой массовый, да, идет перелет, случаются различные неприятности с птицами, и в соцсетях мы можем увидеть, что иногда люди находят там раненую птицу или там период, когда, да, выводок потерявшихся птицов. И в материале Ирина тоже рассказывает, когда, в принципе, можно выходить самостоятельно, когда, лучше не стоит, и поискать специалистов. Хотя вот на территории области у нас специализированного какого-то кабинета, клиники для птиц нет. Ну, более подробно все это уже в четверг в выпуске Владимирские ведомости, но там есть не только эти четыре материала. Нет, там еще много всего интересного. Медиация, рецензии. Спасибо большое, напоминаю, наши гости. Сегодня главный редактор газеты Владимирские ведомости Юлия Гущина. Юлия, спасибо вам. Спасибо, Елена, до свидания.